32 человека стали жертвами любви к Сидру, точнее мистеру Сидру. Опасный суррогат оказался причиной смерти людей сразу в нескольких регионах страны. Первые сообщения об отравлении напитком под названием «Мистер Сидр» стали появляться в мессенджерах в ночь на 5 июня. Волна жалоб на плохое самочувствие прокатилась по Димитровграду. Многие обратились в больницу и оказались в реанимации. Тогда же официально объявили о причине отравления слабоалкогольном напитке «Мистер Сидр». Следом, случай отравления и гибели людей подтвердили в Самарской области, регионе, где производился смертельный напиток. Всего на данный момент его партии обнаружили в 14 регионах страны. В пробах напитка обнаружен метиловый спирт и этилбутерат. Производителя «Мистера Сидра» арестовали на два месяца. Им оказался 32-летний Анар Гусейнов. Полицейские убедительно просят, если вы заметили напиток в продаже, обязательно сообщать об этом по телефону 112. Об остальных новостях прошедшей семидневки вам расскажу я, Кристина Добровольская. В эфире «Ну и неделька». Поехали! Почти на 40% готова первая газовая котельная областного центра. Масштабная стройка в 800-м квартале стартовала зимой. Стать объект должны до конца года. Переводить на голубое топливо дома начнут в 2024. Благодаря этому жители начнут получать не только экологически чистое тепло, но и, вероятнее всего, меньшие счета в квитанциях. Как идет возведение стратегически важного объекта, проинспектировал мэр Олег Мамеев. Все подробности у моей коллеги. Сегодня полеты квадрокоптера над стратегически важным объектом разрешены, но уже через несколько месяцев на газовую котельную просто так не попадешь. Первую в Благовещенске ее возводят в районе 50-летия октября «Зеленой». Сейчас здесь собирают металлоконструкции основного здания котельной. Параллельно рабочие трудятся над армокаркасом дизельного парка. Он позволит обеспечить теплом жителей в случае аварий. Строительство идет в графике и нарушить его не способны никакие санкции. Было все заранее обговорено и согласовано, поэтому, в принципе, основных таких вопросов серьезных нет. Железобетон, то есть мы производим сами у себя на заводе, заливаем некоторые части, но основные конструктивы мы берем уже, соответственно, у местных производителей, такие как лотки, кольца колодезные и так далее. Оборудование, которое не производят при Амуре, заказывают у других российских компаний. Например, на стройплощадку уже поступили котлы. С руками проблем тоже нет, пока на объекте трудятся 47 рабочих и 7 спецмашин. Чтобы идти в графике, это достаточно? В данный момент, да. Это достаточно. То есть по технологической карте дальше будет возможно усиление? Да, усиление планируется как раз на следующем месяце. То есть там прирост будет по численности рабочих. После ввода в эксплуатацию первой газовой котельной столицы Преамуре на экологически чистое топливо получится переключить пять действующих угольных котельных микрорайонов Северный. Мощность новой фабрики тепла составит 80 гигакалорий в час. Она будет обслуживать как жилые дома, так и социальные объекты, в том числе строящийся микрорайон, где многоэтажки построят компания ПИК. Для того, чтобы переключить, нужно будет отдельными контрактами отыгрывать строительство магистральных сетей. То есть непосредственно уже от этой точки, от газовой, которая будет условно генерирующим узлом, до непосредственно потребителей. Согласно схеме газификации, участок газораспределительной станции, которая будет находиться в Чигирях, к ней будет подведен газ в 2024 году и соответственно сразу же эта котельная будет запитана. То есть соответственно в 2024 году газовая котельная будет работать уже на том газе, который подойдет городу Благовещенскому. В следующем году первые распределительные газопроводы построят не только в Благовещенске, но и в Чигирях в 2025 в поселке аэропорт. Это в том числе позволит подключать газу частные дома. До 2027 года в рамках мастер-плана в столице Преамурья появятся еще три фабрики тепла, работающие на голубом топливе. Движение по Игнатьевскому шоссе в районе улицы Тепличной частично ограничат. Это требуется для обустройства водовода. Точные даты подрядчик, который занимается ремонтом магистрали, сообщит дополнительно. Пока же рассказал мэру Олегу Мамееву о работах, которые специалисты успели выполнить и что предстоит впереди. Несмотря на то, что у каждого специалиста здесь своя зона ответственности, трудятся над общим делом. Сейчас на Тепличной между Игнатьевским шоссеем и Воронково обустраивают хозяйственно-бытовую канализацию. Параллельно работают над переустройством линии электропередач. Вообще все сети здесь заменят на новые. Справиться с водопроводом, канализация, лэп и часть теплотрассы должны до конца июля. После специалисты приступят к обустройству непосредственно дорожной одежды. Контрактом предусмотрена у нас тут проезжая часть шириной 16 метров, устройство с обоих сторон тротуаров по 3 метра и устройство двух пешеходных переходов со светофором. Один будет в районе у нас перекрестка Игнатьевское шоссе Тепличное и один в районе заезда на школу. Безопасности на этом участке магистрали уделяют особое внимание. Это путь к новой школе на полторы тысячи мест. Помимо светофоров, в контракте подрядчика предусмотрена и соответствующая дорожная разметка, знаки. Пока на объекте трудятся 4 спецмашины и десяток рабочих. Этого на данном этапе достаточно, заверяют строители. Как только масштабная реконструкция Тепличной будет набирать обороты, число специалистов кратно увеличится. На сегодняшний день рисков невыполнения работ срок я не вижу, но тем не менее дал поручение на еженедельном контроле держать ход выполнения работы управления капитального строительства, которое является заказчиком. Ну и напомню, что сроки проведения работ у нас оканчиваются 29 августа, чтобы 1 сентября, к началу учебную передачу, дорога была полностью введена в эксплуатацию. Губернатору было принято решение о капитальном ремонте этого участка дороги как раз из-за того, что здесь будет введена самая у нас большая школа на Дальнем Востоке. Масштабная реконструкция Тепличной от Игнатьевского шоссе до Воронкова с устройством новых подземных коммуникаций стала возможна благодаря двум программам. Национальному проекту «Безопасные качественные дороги» и модернизация жилищно-коммунального комплекса энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Амурской области. Новая школа в 800-м квартале откроет свои двери 1 сентября 2025 года. К работам над образовательным учреждением компания «Консессионер» только приступила. На чем сейчас трудятся строители, рассказали мэру Олегу Имамееву. Подробности смотрите в следующем сюжете. Буквально через пару лет вот эта территория станет социальным якорем 800-го квартала. Здесь возведут современную, не имеющую аналогов не то, что на Дальнем Востоке, в России школу. Конституционное соглашение на строительство мэра Олег Имамеев с инвестором подписали в марте. Спустя пару месяцев на территорию зашли и рабочие. Пока инвестор получает разрешение на строительство образовательной организации, рабочие сильно не могут разгуляться, только провести инженерные геодезические работы. Но не теряют ни дня. Идет планировка территории и ее ограждения. Вообще современная школа на 1200 мест будет трехэтажной. С огромным спортивным залом и бассейном заниматься здесь могут в том числе юные благовещенцы с особенностями здоровья. И не только внутри здания. Проектом предусмотрено и полное благоустройство. Большой стадион с беговыми дорожками, с тренажерами. Все это предусмотрено на территории школы. Школа современная, со современным оборудованием. Еще раз повторюсь, что предусмотрено обучение детей с ограниченными способностями, с опорно-двигательного аппарата и так далее. В этой школе будет организована на первых этажах лаунж-зоны, где можно будет отдыхать, заниматься. Такой школы нет еще нигде. Финансирование за счет строительства идет не полностью за счет конституционера, идет и финансирование за счет федерального бюджета, за счет областного бюджета и за счет городского бюджета. Городское финансирование составляет 28 миллионов рублей. То есть, вложив всего 28 миллионов рублей, областной центр получит новую современную школу в 800-м квартале. Общая же стоимость проекта больше 3 миллиардов рублей. Сдать объект согласно контракту должны в декабре 2024 года. В сентябре 2025-го учреждение на 1200 мест примет первых школьников. Вообще этот район, да, действительно, у него достаточно хорошая перспектива развития. Мы знаем, что группа компании ПИК зашла на жилищную застройку. Также вот непосредственно рядом с этим участком еще находится земельный участок, на котором будет строительство садика на 350 мест. То есть этот район будет обеспечен образовательными учреждениями дошкольного и школьного образования. Все эти объекты будут обеспечены теплом от газовой котельной. То есть в этом районе, с точки зрения инфраструктуры, все достаточно хорошо организовано будет. Напомню, первую газовую котельную Благовещенска возводят также в 800-м квартале, практически напротив будущих школ и детского сада. Фабрику тепла, которая будет работать на голубом топливе, сдадут к концу этого года. Подвезти ресурс к объекту от участка газовой станции в Чигирях должны в 2024-м. Подержать в руках барабанные палочки и поучаствовать в дефиле нарядов из вторсырья смогли юные благовещенцы в пришкольных лагерях. Этим летом 18 городских школ открыли свои двери для желающих отдохнуть детей. Для воспитанников предусмотрена обширная развлекательная программа, мастер-классы и экскурсии. Чем еще запомнятся им летние каникулы, расскажем в сюжете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня к нам ребята пришли из Даймонда, они нам показывают, как барабанить правильно, то есть мне объяснили, как палочки правильно держать, как постукивать дробь правильно. У меня все получилось. В программе лагеря также походы в музей, библиотеки, лазертаг и выездные экскурсии. Всего в школе три смены. Для самых маленьких факел, российское движение школьников и профсмена юноармеец. В целом у нас запланирован на летний промежуток времени это трудовой лагерь. Ребята 5-7 класс помогают нам в озеленении школьного двора. То есть где-то они обрабатывают цветы, убирают траву, поливают сосну. Тема охраны природы актуальна и для лагеря 25-й гимназии. Например, здесь провели настоящий модный показ нарядов из экологически чистых материалов. Мой наряд называется «Королева цветов». Он сделан из пакетов красного и зеленого цвета. У меня костюм рыцаря. У меня состоит из пакетов из вот такого силикона и из пенопласта. Организаторы ставят перед собой задачу научить детей бережно относиться к природе и экологично потреблять ресурсы. И все это в игровой форме. В нашем лагере самые главные направления – это пропаганда здорового образа жизни. Мы на это обращаем особое внимание. Это и спортивные мероприятия, это творческие, эстетические развития. Это различные мероприятия с приглашением специалистов. Всего этим летом в Лаговещенске будут работать 18 пришкольных лагерей. В них за две смены смогут отдохнуть больше тысячи детей от 6 до 17 лет. Непростые дистанции и себя преодолели юные благовещенцы СОВЗ. Больше сотни ребят с различными нозологиями вышли на старт четвертого мини-марафона «Я могу». Перед состязаниями некоторые участники упорно готовились. Но пересечь финиш им помогло не только упорство, но и щедрые зрители. Как? Узнаете в ближайшие минуты. Пять, четыре, три, два, один. Побежали! Четыреста метров. Самые волнительные пять секунд жизни для кого-то самые сложные – четыреста метров. На старте не просто спортсмены, дети, которые каждый день преодолевают себя. Первоклассница Вика Романова практически с первых шагов вырвалась вперед. Не прошли зря ежедневные занятия бегом с родителями. Девочка занимается на стадионе рядом с домом и ходит на гимнастику. Хорошо, что я быстро прибежала. А как тебе удалось-то быстро прибежать? Я торопилась, чтобы быстро бежать. То есть ты хотела победить? Да. Победить дистанцию 70 юным горожанам с ОВЗ, которые преодолевали 400 метров, помогла не только подготовка, но и щедрые на эмоции зрители. Сыми аплодисментами и словами поддержки довели каждого спортсмена до финиша. Победить дистанцию! Победить! 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 Сложно. Сложно. Очень сложно, но я добежала. Я участвую в забеге не первый раз. А ты готовилась как-то? Да, готовилась. Я в Томске много хотела, когда еще на репутацию не идет. Ей это нужно, ей это нравится. И вот ради вот этих она просто готова на все. Мини-марафоном эти состязания называют не совсем заслуженно. Среди городских спортсменов СОВЗ нашлись и три десятка тех, кто преодолел по стадиону юности километр. Кстати, победителей среди всех участников забега «Я могу» традиционно не искали. Каждому вручили медали сладкий приз от спонсора. Почти все атлеты добавили в свои коллекции, кроме наград и памятные фото с мэром Олегом Имамеевым, который также поддерживал всех участников на старте и финише. Мы очень раз показаны, что у нас нет тех, кто какой-то иной. Мы все одинаковые, мы все одинаковые, соответственно, каждый имеет право на полноценную жизнь. Я хочу отметить очень качественную организацию. Здесь организованы площадки не только для детей с нарушениями, но и для норматипичных детей. Впечатлениями наполнены, но самое главное, что счастливые дети. Счастливые дети, для которых все это устраивается. Для особенных спортсменов при Амуре мини-марафон «Я могу» провели в четвертый раз. В этом году он собрал больше сотни детей от шести лет с разными нозологиями. И каждый из них преодолел себя. Организаторы же наполнили праздник различными площадками для игр, полевой кухней, зажигательными зарядками. Все это удалось благодаря взаимодействию клуба любителей бега «Бег мечтей» и личной поддержке мэра Олега Имамеева. Больше 80 одинаковых с лица благовещенцев прошлись по главной магистрали областного центра. Близнецы и двойняшки украсили своим присутствием и улыбками семейный парад в день города. Также в нем поучаствовали представители трудовых и спортивных династий «Молодожены». Как древней традиции осчастливили одну из зрительниц и чем гордо звенела самая натренированная колонна, расскажет Екатерина Борисова. Пусть здесь создаются новые семьи и рождаются дети. Все начинается с ЗАГСа. Его сотрудники не только популяризируют институт семьи, ведут за собой тех, кто его укрепляет. Первыми на площадь вступили новые ячейки общества «Молодожены». Подарили собравшимся не только веру в любовь, возможность оказаться на их месте. Вообще-то это так неожиданно. Только хотела уйти с места, события, и тут такое происходит. Я очень надеюсь, в этом году выйти замуж. Ждет исполнение мечт и юный благовещенец Леня Набока. Патриотичный мальчик видит себя в будущем защитником Отечества. Мама такие планы только поддерживает. Обычно мы организовываем праздники. Вот первую половину дня мы отработали, а второй решили посвятить семье наконец-то. Сын говорит, я хочу быть военным. Я говорю, давай. Он говорит, мы пошли форму ему, вот флаги вчера весь вечер с ним делали, чтобы все было красиво, патриотично. Да, Леня, кем ты будешь? Военным? Да. Я могу еще встретить моряков. Мам-близнецов и двойняшек объединяют удвоенные заботы и, конечно, радость в квадрате. И тем и другим участники колонны «Я» и «Снова я» делятся друг с другом не только на праздники, общаются в сообществах и устраивают встречи по интересам. Предполагали такое, потому что в семье есть, наследственный фактор был, случилось, были и удивлены, и напуганы, и обрадованы одновременно. Конечно, сложно. Путают, да, у нас близнецы, поэтому путают. На этом фоне вот завели себе друзей, еще когда дети не родились, познакомились с Женей, да, поэтому сейчас стараемся, чтобы детки общались. Они абсолютно разные и по внешности, и по увлечениям, по вкусовым предпочтениям. Поэтому они абсолютно разные получились. А люди на улице путают? Ну, в садике первое время, да, путают. Ну, ничего, мы там их как-нибудь… Бывает, что мы одеваем футболочки, но, допустим, в разных цветах, чтобы воспитатели могли определить. Если близнецов отличить друг от друга, на первый взгляд, могут только родители, то титулованных спортсменов выдает арсенал медалей. При этом такая звенящая ноша их не тяготит. Повод для гордости всей семьи. Он занимался с пяти лет фикбоксингом, сейчас два года занимается зиндакай карате. Я так понимаю, на многие соревнования ездил? Да, в Всероссийске. Был несколько раз в городе Уфе на Всероссийском турнире, в городе Анапа, в Ярославле, в Москве, в Челябинске. Семья вообще самое главное в мире. Крепкая семья, крепкая страна. Как это не громко звучит, но она так и есть. Если в семье хорошо, значит, и мир в городе, мир на работе, везде. Как в такой день праздничный, солнышко светит, и день города, надо все вместе быть. Всего парад семей собрал больше полутора тысяч участников. Самой многочисленной стала колонна трудовых династий. В нее вошли педагоги-наставники и молодые специалисты сферы образования. Также по главной магистрали Благовещенска прогулялись почти четыре десятка именинников. Вечером жители города именинника, несмотря на дождь, собрались на амфитеатре набережной. Известные «Белые розы», «Ласкового мая», хиты и группы «Руки вверх» зазвучали на берегу Амура по-новому, в необычной аранжировке. Так, с днем рождения столицу Преамурья поздравил солист музыкального театра «Геликон опера» Дмитрий Янковский с авторской программой «Не опера» и оркестр «Амур джаз-бэнд». ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!